Исторический облик города невозможно представить без старинных храмов. С целью сохранения памятников культового зодчества в столице постоянно ведутся ремонтно-реставрационные работы. Реставрация объектов церковной архитектуры в Москве проводится в рамках городской программы предоставления субсидий религиозным организациям и государственной программы города Москвы «Культура Москвы». С 2011 по 2019 год благодаря этим проектам проведены работы по 105 объектам культового зодчества, из которых по 41 объекту по программе «Культура Москвы». В Заряде, одном из древнейших районов столицы, соседствуют семь объектов религиозного назначения, а также другие исторические постройки, представляющие культурную ценность. Все они были отреставрированы за последние десятилетия. Работы в историческом центре столицы позволили сохранить уникальные памятники культуры федерального значения и улучшить их экспозиционные качества при создании парковой зоны. Познакомимся с храмами, расположенными на одной из старейших московских улиц – Варварке. Собор Знаменского монастыря – главный храм патриаршего подворья в Заряде. Собор пережил несколько исторических эпох, неоднократно разрушался и восстанавливался. Теперь здание выглядит так, как его задумали архитекторы более трех столетий назад. Реставрация затронула фасад, которому возвращен изначальный красный цвет, воссоздано крыльцо. Благодаря реставрации возвращен исторический облик церкви святой великомоченицы Варвары, одной из самых почитаемых в Москве. Воссозданы завершения купола и колокольни, кресты, два киота на восточном и западном фасадах четверика. Восстановлены входные металлические двери, укреплена конструкция гранитной лестницы, отреставрирован белокаменный и лепной декор. Церковь святого Максима Блаженного впервые упоминается в летописи 1434 года в связи с погребением в ней известного московского юродивого. В 2015 году отреставрирован фасад здания, медную купола с воссозданием позолоты, кресты и шпиль колокольни. Выполнено золочение подкрестных яблок и конусов, восстановлена кирпичная кладка, окна и дверные блоки, а также воссоздан исторический облик пристройки и паперти. Восстановлено позолота, отреставрирован белокаменный фасад и крыльцо храма святого великомученика Георгия, что на Псковской горке, пережившего пожар 1812 года. Это удивительная церковь, построенная в стиле русского узорочья. Церковь зачатия праведной Анны, построенная в 15 веке, один из старейших и красивейших культовых объектов патриаршего подворья. Здесь восстановлена позолота, обновлены фасад и крыльцо, а также восстановлена историческая кладка. Реставрация храмов в Зарядье позволила им предстать перед нами в былой красоте и величии. Благодаря программе «Культура Москвы» возвращен исторический облик и другим почитаемым церквям столицы. При воссоздании облика храма святого Климента в Замоскворечье использовался проект его реставрации 1986 года. Умелыми руками мастеров восстановлена уникальная живопись и лепной декор одного из самых красивых московских храмов, построенных в западноевропейском стиле. В другом храме воскресения Славущего на Успенском Вражке, благодаря масштабной реставрации, раскрылась живопись первой половины XIX века, ранее скрытая под многослойными записями, загрязнениями и копотью. Мы познакомились с объектами культового зодчества, бережно восстановленными по программе «Культура Москвы». Программа реставрации храмов и религиозных сооружений в столице продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова